На капитальные ремонты по внешним фасадам и кровлям образовательных учреждений и административных знаний города из городского и республиканского бюджетов в этом году было выделено более 40 миллионов рублей. За 9 месяцев доходная часть бюджета получена дополнительно 18% доходов, а по освоению расходной части бюджета освоение в среднем на 80%. То есть есть недоосвоение выделенного финансирования за 9 месяцев. Кроме этого, планируется, что через неделю будет рассмотрен итоговый результат по освоению финансирования. Тогда и решится, как будут использованы сэкономленные деньги. А на этом совещании выясняли, по каким причинам эти средства остались не израсходованы полностью. Выяснилось, что либо задерживались акты выполненных работ, они основывались на проверке и перепроверке. На каких-то объектах не заключены еще договора, но практически, как выяснилось на совещании, по всем объектам ремонтные работы ведутся. Как минимум туда уже зашли подрядчики на выполнение этих работ. Еще одной темой для обсуждения стало распоряжение главы о создании до 20 декабря интернет-сайтов муниципальных организаций. Там будет размещаться информация об учреждении, сфере его услуг, вакансиях и важные для жителей города сведения, отметили на заседании. Мы планируем разместить информацию на этих сайтах о каждом доме. Речь идет о подновом учете, когда любой житель города Террасполя, зайдя на сайт, сможет внести свой адрес дома и в режиме онлайн увидеть тот объем работ, который муниципальная организация эксплуатирующая оказала, стоимость этих работ. Сайты Управления народного образования, Управления культуры и физической культуры должны появиться уже в конце этой недели. Ссылки на эти интернет-ресурсы можно будет найти на официальной странице столичной госадминистрации. Ирина Полесико, Светлана Березовская и Николай Постика. Первый Приднестровский.